Здравствуйте! В эфире обзор прессы на канале РБК в студии Юлия Верчук. Областные власти направили иск к Валерию Кокорину с требованием передачи из помещений торгово-развлекательного комплекса «Континент», пишет журнал «Бизнес Курс». В суд обратилось агентство жилищного строительства Омской области, учредителем которого является областное министерство экономики, с требованием от руководства «Континента» исполнить обязательства по договору участия в долевом строительстве, а именно передать долевые объекты, среди которых нежилые помещения в выставочных блоках, на первом и третьем этажах, а также часть помещений административно-гостиничного комплекса. Напомним, что раньше судебные споры областных властей с компаниями Валерия Кокорина касались только размеров арендной платы, а также взыскания задолженности по ней. Почему ранее не принимались попытки исполнения договора долевого участия, в агентстве жилищного строительства комментировать отказались. В Москве начались консультации на должность губернатора Омской области, сообщает газета «Коммерческие вести». Его полномочия истекают в мае текущего года. В числе претендентов – генеральный директор «Газпромнефтемежрегионгаз» Виктор Назаров, который уже прошел собеседование в администрации президента. Среди конкурентов Виктора Назарова – экс-депутат Госдумы Андрей Галушко, соратник Романа Абрамовича Андрей Городилов, руководитель аппарата губернатора Владимир Радул и глава мостовика Олег Шишов, кандидатуру которого полностью поддержал действующий губернатор. Как пишет газета «Коммерческие вести», этот фактор вызвал настороженность в Москве. В связи с постоянными конфликтами в Омской области было принято решение выбрать совершенно нейтрального человека. Одно из крупнейших омских предприятий и омскских углерод продают. Об этом пишет газета «Коммерсант». Покупателем стопроцентной доли завода стала компания «Кинроз Бизнес Корпорейшн», зарегистрированная на Сейшельских островах. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по продаже. По оценкам аналитиков, стоимость предприятия достигает 1,5 млрд. рублей. Руководство завода заявляет, что изменение структуры собственности повысит прозрачность бизнеса, а также защитит от трейдеров. Ранее омское предприятие было зарегистрировано в Москве. По официальной версии – из-за отсутствия диалога с областными властями. По мнению специалистов, смена собственников завода не отразится на производственных процессах. Впервые за последнее время выросли цены на омские квартиры, пишет газета «Аргументы и факты». В первую очередь связана такая ситуация с недостатком новостроек в Омске. По мнению издания, главная причина этого – кризис, который заметно сократил дреди надежных застройщиков. Кроме того, кредит на строительство взять теперь сложнее, условия серьезно ужесточились. Труднее стало и застраивать приостановленные объекты, рынок ставит застройщиков в невыгодные условия. В центральных регионах России дефицит сглаживается тем, что коттеджное строительство выступает реальной альтернативой квартирам. Однако в Омске ситуация иная. Но если сравнивать омские цены с ценами в соседних городах, например, в Новосибирске или Тюмени, можно смело утверждать, что там стоимость жилья на 40-50% выше, как и покупательская способность горожан. Межрегиональный филиал «Ростелекома» подвел итоги видеомониторинга выборов в Сибири, пишет газета «Континент Сибирь». На этой неделе «Ростелеком» перенес видеозаписи, сделанные 4 марта на избирательных участках страны в специально созданное хранилище, тем самым завершив проект по обеспечению онлайн-трансляции на выборах президента Российской Федерации. В Сибири видеокамерами были оснащены 15 тысяч участков. Среди внештатных ситуаций, которые отметили специалисты, неисправности в системе веб-трансляции в Красноярском крае, Иркутской и Омской областях, а также хищение камер. Этот инцидент был зарегистрирован в Омске и Забайкалье. В одном из случаев похититель украл камеру, чтобы подрить ее своей жене на 8 марта. По словам специалистов, в целом видеомониторинг выборов в Сибири прошел успешно. Сейчас Минэкономсвязи проводит конкурс на лучшую идею для дальнейшего использования этого оборудования. На этом у меня все. Читайте свежую прессу, смотрите РБК. Всего вам доброго!